Я проснулась, и мне мама сразу сказала, что началась вина. На палив взрывают, кидают гранати, взрывают школы, садики и всю инфраструктуру. Взрывают дома, внущаются нас женщинами и детьми, безсонні ночи, мусим кудись тікати. Страшно, над нами весь час летают то ракеты, то самолеты и весь час сирены. То там вибух, то там вибух, чтобы сохранить своё життя. Ну там всё бомблять. Там полно всяких игрушек, которые я посолюю от бомбы. Ты боялась? Да, мне никто не разрешает выходить на улицу. Крадут детей. Будь-який звук, поезд тормозив, будь-яка повышеної гучності, діти просто стригаються. Вони у нас не дуже дорослі, 12, 11 і 10 років. Я думаю, що потім свої наслідки дасть ще більше, але зараз поки що так. Ми сиділи, звичайно, коли вибухи і коли вони бачать всю інформацію, яка з'являється в пресі, звичайно, що вони переживають і дуже бояться. Війна – це завжди страшно. Для дорослого страшно, а для дітей – тим більше. Маленькі діти на руках. Вони плачут, вони хочуть на руки, вони хочуть спати, вони хочуть кушати, вони хочуть переодеться. Вони до цього не привыкли, вони не розуміють, що це таке. Отвратительно. Просто це настільки безчеловечно поступається з цими людьми. Хочеться жити на Україні, тому що я там всю життя прожила. А жить невозможно. В те часи все рушить. Гамбит 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 рушить на tavsi. Гамбит рушит. Мы были две недели в оккупации, нас оккупировали русские военные, мы там оставили машины в нашем городке, переходили мы пешком по мосту разрушенному, который был весь в минах, потом приехали в Киев, и в Киев начали бомбить, поэтому приехали сюда. Страшно, очень страшно, за детей страшно, стреляют по всем, в чем только можно. Не щадят никого, ни детей, ни стариков, ни взрослых, ну, и страшно возвращаться, потому что разрушено все. Ни работы нету, ну, ничего, ни ребенка ни в школу не отдать, образование-то надо же получать. И мы решили приехать тут попробовать. Тяжело, конечно, но... В погребе сидели? В погребе сидели, много бомбили, бахало. А так вроде все. Тоже из Запорожья бежим. У нас недавно бомбили нашу атомную станцию. И были попадания, были попадания в корпусы, не прям там, где находятся, да, как раз таки атомные вещества, а были рядом, но в корпус там, на территории этой атомной. И очень страшно. Там постоянно сирены, уже были несколько взрывов. Нам стало страшно с ребенком. Вон еще у нас ребенок-собака. Поэтому мы решили уехать. Все там оставили, вот взяли немножко вещей, что могли взять, и приехали сюда. Пока ждем куда-то дальше, что дальше делать. Пока не знаем сами. Вчера разрушили мою школу, в которой я проучилась 11 лет. Да, в нее попали. Попали немножко в мой дом. Но не разрушили. Еще пока что, скажем так, то, что ценно для меня, чуть-чуть, но цело. Вот так. Но все мои друзья, моя лучшая подруга осталась тоже в подвале в Харькове. Ну, один не страшно, на самом деле. Я уже как бы сам путешествовал. Ну, за семью страшно. У меня мама в Харькове, а папа, он дальнобойщик. И он был в рейсе в Киеве, и сейчас там в Тиробороне находится. Короче, непонятно. И резко на связь уходят. Вот это страшно больше всего. И есть такой как бы осадок на душе, что как бы я выехал, а там люди остались. Это неприятно. Просто перекинуть эту штуку, потом родным скину. Высят завидуются. Мы видели, как разрушаются наши дома, как умирают люди. Когда ты телефоновал раньше, просто так раз в день, чтобы узнать, как он не мог даже не телефоновать. А сейчас ты просто говоришь, мама, звони мне каждую годину. Я маю знать, как ты. Я маю знать, как ты. Просто звони, скажи мне просто одно слово. Я маю знать, что ты жива. Вот. Как-то так. Після того, как уже начали эти взрывы, мы собрали вещи. Нам очень тяжело домой уезжать. Мы очень любим свою страну. Они хотели туда уезжать. Мы хотим домой, но у нас такая ситуация. Наших детей убивают. М? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, увижу я их или нет Да, скучаю За баскетболом особенно скучаю Потому что там его разбомбили Он наполовину там сгорел И еще там Теперь мне, походу, нечем будет заниматься после войны Буду только на английский ходить Я видела, как Киев бомбил Я слышала, я слышала Я слышала Были очень страшные взрывы Были очень Особенно люди из Харькова Они очень напуганы И мы были напуганы Мы не знали, куда залетит ракета И мы убежали Бросили все, дома, все И мы убежали И мы не знаем, что нам делать Зараз было больше страшно, чем тяжело Потому что мы сами кримчане И мы выехали из Крима в 2014 году Когда русский мир пришел Когда его не читали Там совсем никто Потому что для нас это уже не первый Такой досвид, на жаль Но так было очень страшно В Киеве совсем порушено Навчание Дети сидят и чуют Только, что взрываются Снаряды И ничего дома не делают Только тиняются Не навчаются С друзьями не гуляют Дома ничем не занимаются Потому что порушено Совсем все Весь Как-то кажуть Порядок життя Порядку життя уже нема Ни работи, ни садиків Ни школ Ни шкіл Ничего не має Там страшно Там бандит Больше выхода нет Пришлось убегать Брать детей и убегать Все Русский мир это не для нас Мы вот точно не звали спасать нас Россию У нас никаких нацистов Ничего у нас нет Мы никого не звали Мы отлично жили У нас никто их там не ждет У нас на каждом шагу Ну все ребята Все готовы воевать И те, кто не держал оружие Все идут на войну Потому что мы не звали Путин жизни не даёт Вертольеты Летают С лица земли Все стирают Жилие дома кидают Все бомблят Все Бо не знаем Что нас ждет За завтрашний день Сьогодні так Кого приехали З других областей Питаю Вони кажуть Что уже им надгромлять Там Тут не прт бах На ситуация с тим Путинем Тим Путинем Вони кажутся Как я сюда еду, мне, как я предаю, как я зрадую. Сын прямо кричал на меня, едь и все. Ну, пришлось ехать. А так, конечно, жах. Жах, просто жах. Мы уже в 2014 году это переживали. Так что теперь решили уже уезжать, потому что детки, он маленький, пора в школу и все остальное. Как бы тут брат старше мужа. А муж остался там защищать родину, нашу любимую. Так что будем надеяться, что наши все военные вернутся живыми, здоровыми. Слава Украине, героям нашим только слава. Надеемся, что это все скоро закончится, а мы вернемся домой. Потому что очень сильно хочется домой. Еще рано все было, жениче постояла, помодлилася за опухой, тату и мамы, и папы, и дядька. И теперь тут за мешком остались. Ой, ты знаешь, пока особо никаких планов. Хотим домой. Знаешь, все мрежут, что скоро будущее мы домой выйдем. Там автомат тримали, значит, надо идти за Украину боротися. Бо як не ми, то хто поможет. Ну, треба якось дружною сімей идти. Всі разом захищати нашу Україну. Від ворогів. Все. Страху немаю взагалі. Я медик. Військовий медик. Вот так. Решила поїхати на Украину. Да, приїжджаю домой, проведаю стариков, развезу продукты и военкоматы. Ну, наша діаспора зі штату Вашингтон купили дрон. Такий недешевий. Вот. Адонин є напівпрофессиональний, напівпрофессійний. І це подарувало для наших українців любов. Дякую. Надіємося, що їх стане дуже корисною. Я повертаюся в Україну, щоб допомогти людям теж евакууватися. Тому що я нахожусь в більш стабільному стаєніні зараз, ніж мої друзі, які знаходяться під ракетними ударами і під бомбами. І я знаю, що Київ теж собираються оккупуватися. І використовуємося останнішим шансом, щоб допомогти іншим людям. Вернусь обратно. Буду допомогати. Я медработник, тому в больниці потрібно допомогати. І останусь до конца. Дякую.